Главе города-курорта показывают фотографии ликвидированных стихийных свалок. Их явно меньше, чем на прошлой неделе, когда Юрий Поляков поручил взять ситуацию под контроль. Следующая задача – этого контроля не терять. Это должна быть системная работа. Постоянно нужно это делать. Докладывали по противопожарному состоянию, когда мы говорили, когда кучи мусора там жгут. Отсюда и жгут, если есть куча. Чего ты эту кучу не зажечь, допустим? Поэтому надо постоянно главам сельских округов обращать внимание на такие моменты и системно работать в плане уборки. Вместе с тем, без участия самих жителей эту проблему полностью не решить. На минувшей неделе прошли советы общественности в пяти сельских округах. Темы санитарной очистки и противопожарной безопасности – одни из основных. Помимо этого, речь шла о благоустройстве. В Первомайском сельском округе жители Худро-Весни передавали вам, Юрий Федорович, слова благодарности за решение вопросов по строительству тротуара, ремонту здания, амбулаторий и почты. Спасибо. Их просьбы были выполнены оперативно и качественно. В Гастагаевской начался запланированный ремонт улиц. Там ложат порядка одного километра асфальта. Это четверть общего объема по муниципалитету. Также идет укладка щепня. Юрий Поляков отметил, что станица бурно развивается, поэтому водоканалу и энергетикам, а в первую очередь главе сельской администрации, необходимо уже сегодня планировать новые коммуникации. Вы должны планировать работу Бузуновой давать наперед. Улица такая-то, может ее отсыпать надо, может ее делать на следующий год надо. Это касается сетей Кубаниэнерго. Максим Сергеевич, как у вас там с мощностью? Те люди, которые получают условия, настроенные. Все даете, да? Так что имейте в виду, чтобы вопросов и жалоб со стороны не было. При этом глава муниципалитета поручил навести порядок в частных электросетях. У каждого владельца подстанции должен быть договор на обслуживание с энергетиками. Иначе в случае аварии жители останутся без света, а у специалистов нет основания чинить чужое имущество. Будет создан реестр таких объектов. Бесхозная подстанция возьмет на баланс муниципалитет для последующей передачи ответственным эксплуатантам. С подстанциями нужно навести порядок. Реестр дорабатываем, чтобы ни одной подстанции у нас не было там бесхозной или там какой-то. Никто не знает, что происходит. Слабых мест в снабжении ресурсами быть не должно. Активно развивается весь муниципалитет. Рост оборота в санаторно-курортном комплексе и торговле 13-14%. В общей пике более чем в два раза. Это говорит скорее о смене качества от лотков с пирожками к большим столовым и кафе с понятной экономикой и прозрачным налогообложением. С начала года в бюджет уже поступил 1 миллиард и 104 миллиона рублей. На 10% больше, чем за аналогичный период прошлого. Динамика в два раза выше запланированной. Одна из задач, которую ставит Юрий Поляков, работать с компаниями, ведущими бизнес в Анапе, но зарегистрированными в других регионах, чтобы они платили налоги здесь, у нас, а не питали экономику других субъектов. Александр Ребекко, Михаил Попов, Анапа. Регион.